Старые бары, растабары, вести свежие и не старые, новые не ставятся, старые останутся. Смотрите сатирическое обозрение, правда всем на удивление. Эй, господа, пожалуйте сюда. Здравствуйте, жители провинциальной, ближней, дальней. Немцы, лекари, евреи, аптекари, финны, итальянцы, заграничные американцы. Российские бары, украинцы и татары. Привет вам, навский народ. Кого кручина пока не берет. Господам купцам, студентам, молодцам. По живым лицам, бледнолицам девица. Отдельное почтение. Мы, веселые скоморохи, расскажем вам, кто в Нарве живет неплохо. Слушайте все новости эти. Отписали дельцам ДК Энергетик под нелепую кличку Женева. А сделка ведь это. Левая. Хотел пойти в музыкальный кружок. Хм, на кружки, ни в Женеве, ни в школах, нет денег в бюджете кружок. А на что тогда есть? Два миллиона крон Моисееву-центристу на общество Нарвские выставки. Голодные смотрят в пустые миски. А вот вам деньги на еду и жилье. Умирать нам что ли, ё-моё? Ха-ха, не спеши. Похоронное пособие сняли? Нелегко хранить нынче мертвый народ. Еще и места на кладбище господин Саксин продает. Моисеева племянник? Хватает им не только на пряник. Откуда знаешь про это? Так почитай Нарвские газеты. Махинации с недвижимостью снова для кармана Вадима Орлова. Уезжает из Нарвы молодежь. Где здесь работу и отдых найдешь? Вывоз мусора, Крингольм, Нарвовесе. Народу убытки от депутатов этих. А газета Город так власть Нарве хвалит. Конечно, ведь власти из бюджета жирно платят. Там пишет группа фантастов, разные небылицы. Про тех, кого власть очень боится. А еще читайте на сайте Нарва.Е. В графе самоуправления. Смотрите внизу. Вот вам, нате, данные о лар-плате. Хм, начальники разных рангов не унывают. От 15 до 60 тысяч крон в месяц получают. И руководить, и машины менять, и в Греции отдыхать успевают. Ой, как жалко. Ой, как жалко. Как кого? Ой, как жалко юристку Нарги. Чем же ей платить за жилье, бедняжки? Да, как задержать ей целых шесть квартир? А люди штаны износили до дыр. А почему наши депутаты постоянно получают зарплаты? Ведь в свое рабочее время все они заседают. И оклады на основной работе огребают. Что такое? Ой, как жалко трудно, сам председатель же. Вот в собрание. Когда же свою еде уделяет она внимание? В четырех местах она работает начальником. А где же справедливость? В справедливости рот заткнули молчальники. Промолчи, промолчи, попадешь в сукачи. Попадешь в первачи, попадешь в богачи. Промолчи. 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 И скажем громко только то, что у нас все хорошо. Все хорошо. Ничего плохого не вижу. Дороги в заплатках и светофоры жалуют. Не может быть. Ой, что это брызгает? Фонтан. Фонтан? Браво. Два с половиной миллиона. Ничего себе. Молодец, Калачев. Все законно. Наверняка красивый фонтан. Весь из брамора и металла, да? Нет. А музыка из фонтана звучит? Нет. Зато ночью работает. А для кого? Для песика моего. Про фонтаны дороги молчи. Попадешь еще вдруг в стукачи. Про наркотики в нами молчок, если ты не совсем дурачок. Про обман ветеранов молчок, если ты не совсем простачок. Про спортхоллы бастионы, куда делись миллионы. Про Стальнухина молчок, так продышь центристом срок. Про коррупцию, дружок, пошепчилишь в уголок. Может, хватит все-таки молчать? Перестать за эту власть голосовать. Может, хватит все-таки молчать? И перестать за эту власть голосовать. А можно? И можно, и нужно, и давно пора Прогнать этих попуг со двора. А есть другие люди? Нормальные, честные, грамотные? Есть. Читай же правду, а не ложь. И про наш город все поймешь. КОНЕЦ